Это очень странная история, очень странная. Как вы думаете, можно что-нибудь сделать? Вряд ли. Ведь у вас только предположение, верно? Но Саша уверена, что мой сын жив. Хотите совет? Не упоминайте об экстрасенсе, особенно в суде. Это вас моментально дискредитирует. Вам не будут верить. Вы правы. Короче, у нас недостаточно доказательств, чтобы привлечь к суду клинику доктора Пьян. Если только не удастся доказать, что мой сын... Это уже будет кое-что, тем более, что похоронами занимались они. Но если мы хотим все выяснить, надо сначала кое-что предпринять. Предупреждаю, это чрезвычайно неприятная процедура. Да, я понимаю. Я согласна на эксгумацию. Вы уверены? Да, уверена. Проходи. Где Гонсало? Он нездоров и остался у себя в комнате. Ладно, тогда все здесь. Можно начинать. Что начинать? Прежде всего, благодарю за то, что пришли. Проходи. Прошу познакомиться с Сесилией, нашей новой горничной. Тринни наняла ее с моего одобрения. Спасибо, Синьон. Можешь подавать обед. Хорошо. Можно узнать причину этого обеда? Да, конечно. Мне надо сообщить вам кое-что очень важное. Тринни. Простите. Что это значит? Дурной вкус отца не имеет предела. Нет. Это нечто другое. Сегодня в три часа дня мы с Тринни стали мужем и женой. Почему я все время думаю о тебе, Мария? Почему? Почему? Я не могу больше себя обманывать. Прости, Летисия. Но сердце не обманешь. Мария, любовь всей моей жизни. Единственная любовь. Синьора Менендес, вам предстоит долгая и сложная юридическая процедура, если вы хотите эксгумировать тело сына. Я сделаю все, что необходимо. Хорошо. Прежде всего, нам нужна веская причина, чтобы обратиться с такой просьбой. Разве моих слов недостаточно? Да, но вы не понимаете. У вас могут быть сугубо личные причины, но ведь мы говорим о суде. Там чувствам нет места. Вы понимаете? Нужна веская причина. Вы не знаете, что чувствует мать. Вдруг ко мне приходит неожиданный человек и говорит, что мой сын жив. Разве это не серьезная причина, чтобы выполнить мою просьбу и проверить это? Нам также потребуется согласие отца. Нет. У него проблемы со здоровьем. Я бы не хотела его беспокоить. Тем не менее, его согласие необходимо. Вы не поддерживаете меня. Я юрист. Я верю в закон. И я знаю, что если мы обратимся в суд, нам понадобится собрать много документов. Свидетельство о рождении ребенка. Свидетельство о его смерти. Его медкарта и так далее. И еще нужны свидетели. Эксперты. И, как я уже сказал, веская причина. Иначе суд отклонит нашу просьбу. Не могу поверить. Это же мой сын. Мой. Так положено, Мария. Вы говорите, что это ваш сын, и я вам верю. Но если требуется мое профессиональное участие, то мне понадобится все то, о чем я сказал, и даже больше. К сожалению, ваших слов недостаточно, чтобы начать такую сложную процедуру. Понятно. Спасибо, сеньор. Фрага. Я думала, это будет семейный обед. Но кое-кто не является членом семьи. Идем, Миранда. Мама, я останусь. Простите. Но вчера эта женщина была прислугой, а сегодня она хозяйка имени Флорес. А другая дамочка продолжает напускать важный вид, хотя знает, что ее место на кухне, как дочери-прислуги. А твой дорогой дедушка лишил тебя половины наследства. Ты понимаешь? Миранда, останься, если тебе хочется. Простите, но я не буду участвовать в этой войне. Идем. Добро пожаловать в нашу семью, Трине. Можешь называть ее мамой. Никогда. Она всегда будет для меня прислугой, что бы ни было написано в брачном свидетельстве. В твоих венах течет моя кровь, Летисия. И тебе этого не изменить. Летисия, останься, прошу. Удивляюсь, отец. Я думала, ты захочешь побыть наедине со своей женой и создать атмосферу брачной ночи. Я хочу пообедать с семьей. С семьей? Какой семьей? Ладно, я останусь. Мне куриную грудку, пожалуйста. Летисия. Си? Да. Простите, сеньор. Ваш аспирин. Спасибо, Рокси. Спасибо. Обед уже начался? Да, только что начали, сеньор. Хорошо. Можешь идти. Извините. Только такой извращенный ум, как у нашего отца, мог выдумать этот позорный обед. Я тоже разочарована, но я хочу быть справедливой. Что, в этом доме никогда не было справедливости? Или ты открываешь новую эпоху? Не сваливайся на меня. Тебе это все равно не поможет. Почему? Дедушка женился, и ты этого не изменишь. Он взрослый человек и сделал свой выбор. Унизительный выбор. Дедушка разочаровал меня. Но ты должна принимать вещи, которые изменить не в силах. Только этого не хватало. Ты будешь учить меня жизни? Видишь, мы никогда не поладим. Миранда, постой. Миранда, не делай из мухи слона. Да что с тобой, Лусия? Ситуация усложняется. Я без конца вру. В чем проблема? Я тебя прощаю. Ты не понимаешь. Миранда думает, мне принадлежит агентству по прокату машин. Но однажды она узнает правду. Прокатное агентство? Зачем ты ей сказал? Олега, бывший жених, рассказал ей, что я взял на прокат машину. Надо избавиться от этого стукача. Мы должны быть осторожны с Олегой. Если с ним что-нибудь случится, Миранда поймет, что здесь замешан я. Не волнуйся, она верит всему, что ты говоришь. Оставь Олега в покое. Достаточно, что они обнаружат пропажу денег. Приготовься, дружок. У меня есть новый сюрприз для семейства Флорес. Какой? Терпение. На этот раз я справлюсь без тебя. Ладно, скажите, где будете проводить медовый месяц? Мы его отложили на некоторое время. Жаль, папа, вы пропустите самую очаровательную часть брачной жизни. Наверное, но у меня полно работы в компании. У нас пропало много денег, и кто-то должен заняться этим. Обо всем.